Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моему обзору, присыланного в дар мне, улуна трех видов. Это будет у нас вот такой вот красивой баночки улун. Изначально я им вообще не прониклась и свое мнение высказала у Лихки Дарившему. Спасибо большое подписчику, что он какой-то слитой. Ну, ощущение было, что он слитой. И у меня этот пакетик один держал, вот он. Значит, вскрытый, лежал и лежал, и лежал, и я его что-то как-то не прониклась. Ну, хотя дала по каждому пакетику чая своим друзьям, в общем, своим родственникам, снесла ей и своей подружке. Но и их мнение совершенно без понятия, потому что какой-то чай они мне сказали, что им очень понравился, но так как они решили, что это весь поголовно-зеленый, а там еще был белый учень, то тайна покрытая мраком, в общем. В общем, вот такой у нас баночки. Битком набито вот такими вот пакетиками. Но, как мне сказал подписчик, это считается, в общем, высшего сорта гуанинь. И что именно вот такой, как бы, тонкий, утонченный вкус, это такой типа и должно быть. И тут я, значит, при Аленке заварила, точнее, в день, когда ко мне Аленка приехала, я его заварила, и он мне вроде как-то очень понравился. В общем, такой вроде как классический гуанинь, который я обычно привыкла пить. Я не знаю, чем связано, что он у меня лежал-лежал, может, у меня тогда как-то не воспринялся вообще этот чай, с чем это вообще связано. Но вот сегодня, вчера я его вообще, ну, у меня тут несколько дней был заварен, и я, значит, выпила, и все, что-то как пыталась, 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 пыталась записать. Но вот по времени получилось только сегодня. И то, как обычно, Лёля любитель поздних видео, как сказала Лапка 90, сейчас у меня где-то без 5-8 на часах вечера. И, соответственно, я на кухне, не против окна, и у нас вторые сутки идёт такой дождик. Кстати, вы любите гулять под дождём, когда он такой лёгонький и без зонта? Вот я люблю, я сегодня как раз немножко прогулялась. Был не сильный такой дождь, ну, в общем, я заварила, потом свалила в комнату марафетиться и доставать все эти запчасти. И вот здесь, вот в этом чайничке из асинской глины, я этому элитному луну отвела такой вот чайничек. У нас чаёк, сейчас я его навью, но я скажу, постараюсь передать, по крайней мере, словами. Я думаю, тут видно, какого оно цвета льётся. Своё мнение. Чайничек ещё горяченький. Про улун, что это такое, зачем и почему, я думаю, говорить не стоит. У меня есть отдельное видео, и ссылка на него будет в конце этого видоса, там в квадратике, в таком. Если вам интересно, можете пройти и посмотреть, ознакомиться, короче говоря. Вот. Сейчас, конечно, помада от Фаберли Каталёнки останется на стакане. Не умею её пить так, чтобы она не оставалась. У моей сестры получается, даже если у неё помада не такая вот, как она, суперстойкая, да? Не смазывается, не стирается, не покинет вас до вашей смерти. Ну, в общем, такой классический гуани. Вообще, я сначала хотела записать это тихим шёпотом, поставить типа АСМР, а потом думаю, блин, вот человек просил просто мнение, не про какой АСМР, он там никаким ухом не говорил. Плюс я сначала думала, приду домой, у меня ещё так горло слегка болело, думаю, и у меня получится только шёпот. Ну, в результате чай пересилил АСМР, АСМР, возможно, когда-нибудь запишу, но, видимо, не в этот раз. В общем, такой цветочковый нежный чайчик. Классический такой гуанинь. Здесь у нас в зелёном пакетике, который я, по ходу дела, пару раз заварила и забыла. Вообще, этого пакетика мне на 4-3 раза хватило. Это у нас фреш гуанинь. Вот в такой коробочке. Я сейчас уже доставать не буду, считать, сколько тут осталось их, потому что я точно помню, что 2 пакетика я подарила. Может, я ещё, конечно, заваривала или ещё кому-то относила, а вот не помню в упор. Вот у нас фреш гуанинь, то бишь свежий гуанинь, 112 грамм, из 16 пакетиков по 7 грамм. Здесь у нас 10 грамм пакетики, тики в этом. И вот насколько, ну, в общем, там ещё немножко осталось. Может быть, я в первый раз просто очень мало засыпала этого чая, поэтому у меня получилось, что вот он такой, будто слитой. И он, кстати, очень много выдерживает заварок. Я тогда потом всё заварила ещё. С Аленкой мы пели. В общем, я при ней, по-моему, 2 или 3 раза его удаливала ещё после неё несколько раз. Но заварок 7, наверное, он у меня выдержал так конкретно. Хотя особо много оттуда не сыпала. В общем, вот здесь у нас, вот в этом чайнике стеклянном, фреш. Чайник стеклянный прилип слегка. И сначала мне показался вот фреш, именно вот тот самый гуанинь, который все знают, такой насыщенный, такой яркий, весенний, цветочковый. А потом я что-то как-то перешла на белого чайника и забыла. И когда я стала сравнивать, вчера ещё буквально, я не могла понять, какой из них какой. И я, в принципе, ещё вчера хотела записать этот видос. У меня немножко другой чайник был вместо этого. Плэй, в котором я заваривала, тут маленький такой квадратик как раз из этой же посылки, от этого же человека, подписчика. Но так как я забыла чисто в каком какой чай, и когда стала пробовать, я распознала только один рич, к которому мы чуть позже перейдём. В общем, фреш у нас тут. Да, у меня тут опять стопки черепа и мой слегка благородный тремор. Но так как они все стеклянные, а у меня из чистого стекла, вот более-менее таких уменяемых чашечек, это только две стопки и вот этот стаканчик, чашечка, то я решила, что, в принципе, если кого-то уж сильно смутит, смущат стопки, смутят вас эти стопки, то уж пардоньте меня. Я думаю, видно, что вот этот вот ближе к жёлтому всё-таки по цвету и по вкусу он тоже слегка отличается. Вот этот, короче, более нежный, более мягкий и более свежий. Да, и следы от моей помады. Хоть и этот называется свежим, типа фреш, да, свежий, в общем, он чуть-чуть отличается, он как-то вот, ну, на ступеньку ниже, вроде как и свежий, но что-то такое не совсем. Но я его с удовольствием выпью, я люблю гонить. Так, ну и последнее у нас это вот, вот этот пакетик. Даже когда мне человек написал, что, ну, в общем, полубывающий вот этот, потом этот, потом этот, ну, в принципе, понятно. Хотя вот можно посчитать, что обычно за коробочку, вот чисто в России, если чай в коробочке, то он стоит разно дороже, да, чем такой же чай, допустим, в бумажной баночке, в смысле коробочке или там в пакетике или вообще в чем-то. Ну и тут вроде как такой летний баночка оранжевая, люблю оранжевый, цветочки тут такие, красивая такая баночка с пакетиками, потом у нас тут такая коробочка, не коробочка, пластиковая, да, тоже с красивой этикеткой, и он действительно слегка такой, ну, чуть-чуть похоже, чуть-чуть другой этот, ну, чуть более грубый вкус, тут хотя у меня уже есть пакетик, сейчас обратно заслону, в общем, это у нас тут красненький такой пакетик, и на красненьком пакетике у нас написано было Рич, я думаю, не знаю, видно вам или нет, но вот на самом деле вот здесь написано Рич, и вот здесь у меня норманном пакетике, уже вскрытом, уже он такой распрямившийся, тоже написано Рич, и вот именно он, я его познала, почему он мне напоминает фармоза Оолон, вот чисто по вкусу, я помню давно-давно, когда только начала увлекаться всеми этими чаями, у нас еще был магазинчик на развес, сейчас в том же самом месте, такой же магазинчик на развес, но другой, в Добрине, и там был фармоза Оолон, я что-то скупала кучу всяких чаев, мне еще тогда директрис этого электранта, начальница этого магазина, сказала, вот я тоже сначала кучу всякого всего перепробовала, потом выделила для себя что-то определенное, вот видимо, я тоже выделила что-то определенное, потому что мне что-то больше не тянет покупать всякие подобные там смеси, непонятные чаи, ну и был у меня такой фармоза Оолон, был он по цвету слегка другой, сначала мне показалось, что он отдает сеном, и я его пить тупо не могла, вот как вообще пить этот, я уже подозреваю, что не настолько в зеленом китайском чай разбираюсь, как человек приславший мне, ну в общем, возможно, я не права, и что-то перепутала, и там это русская чайная компания, или на один, я уж не помню, кто написали, это не совсем так, в общем, то, что называется в России черным драконом, оно же фармоза Оолон, вот этот гуанинь, его напоминает, я попытаюсь для сравнения поставить, чтобы было видно, сам цвет, так, даже добавлю, сюда, вот моя подружка Машка посчитала, что это не совсем Оолон, потому что там листочки как-то не так выглядят, конкретная фармоза Оолон, я даже не знаю, как передать, если вы когда-нибудь пили фармоза Оолон, это черный дракон, да, то вы меня понимаете, ну, а так, мне кажется, по цвету они практически одинаковые, даже, по-моему, одинаковые, вот с этим-то они отличаются, соответственно, а здесь они такое, какой-то бледно-янтарный цвет, как мне кажется, этот как-то относительно нашего рича более мягкий, и более какой-то такой, ну, я бы такой пила бы, так вот чисто захотелось у Луна, ну, на безлибие и рак рыба, да, а вот этот, ну, вот заболел живот, я бы его попила, желудок там, или еще какая-нибудь фигня, а так, на любителя, я даже не знаю, может, что-то у меня уже смешиваются вкусы, но мне кажется, что он совсем чуть-чуть отдает горчинкой, в общем, давно у меня не было формулы олонг, и пусть даже это не формулы олонг, а богатый вкус рич ванинь, но тоже очень даже ничего, так, да, кстати, этот тут у нас на пакетике было написано, когда у него сборка произошла, тут у нас, кстати, 150 грамм, так вот, наверное, на самом пакетике надо смотреть на свежем, потому что я где-то видела, я помню, у кого-то, у Дорик Сюри, еще у кого-то, на Али, вот там были иногда такие элитные магазинчики, совсем чуть-чуть у них что-то было, прилично так стоило даже для Али, и я у них что-то покупала, но потом, правда, исчезала, и больше нигде не находилась, у меня был весенний сборки, как-то, гуанинь очень-очень доходит, вот такой вот, такой нежный, цветочный, вообще офигительный, сиренькой отдавал, ну, смысле, сиренью, и был еще осенней сборки, тоже такая же одинаковая, у меня две таких, по-моему, баночки, такая голубая с белым рисунком, или белая с голубым, короче говоря, тут вот, если верить пакетику, я потом уже поняла, как определять, что у них там, сначала год, потом месяц, потом день, в общем, 28 сентября, оно прошлого года собрано, здесь я видела вроде где-то, но я не помню, или просто мне показалось, что видела, а, да, вот он, вот этот у нас в декабре, 3 декабря 16 года, собрал, а вот насчет красного, в пакетиках, постоянно покрытым раком, либо надо взять какой-нибудь пакетик и разгладить его, хотя, в принципе, это суть и особо это не играет, я думаю, чайный лофрик и чай, правда, там слегка другой чай, какой-нибудь ройбуш или граникуш, ну, про них у меня тоже будет отдельный когда-нибудь обзор, чисто то, что осталось от моей коллекции, ройбуш или граник, да, кстати, у меня тут такое, я хотела продегустировать, типа, вот, чай с конфетками, но на самом деле, вот такой чай, лучше всего, конечно, пить без всего, наслаждаясь вкусом, вот такой чай, я думаю, можно что-нибудь им запивать, а вот этот вот чай, рич, я думаю, да, вот что-нибудь не того поел, или переел, изгосеть пришел такой беременный с желудком, да, и вполне его можно тяпнуть, вот такие дела, не знаю, насколько тут это информативно было, но я надеюсь, я удовлетворила чье-нибудь любопытство, и все-таки записала обзор этого чая, спасибо за чай, и спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока!